В эфире новостью ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Аделина Рязанова. Здравствуйте! В актовом зале Южноуральского государственного университета прошла торжественная церемония награждения призеров и победителей Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». На базе Южноуральского государственного университета прошла торжественная церемония награждения призеров и победителей Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Организаторы олимпиады также наградили дипломами учащихся школ Челябинска и Копейска. Я участвую уже несколько лет. Третий год выигрываю. Эмоции только положительные, конечно же. К Олимпиаде я готовлюсь, поэтому есть результат. Планируем. В следующем году также участвовать, выиграть. Ежегодная Олимпиада прошла в России в девятый раз. Участниками Олимпиады являются 85 регионов нашей страны. В отборочном туре приняли участие более 300 тысяч школьников 6 по 11 класс. Поступило два предложения от крупнейших работодателей России для того, чтобы были введены новые профили в направлении техника и технологии. И сейчас мы готовим два новых профиля в Олимпиаде. Это приборостроение и химическая технология. Олимпиада прошла очень активно. Большое количество ребят принимало участие в отборочном этапе Олимпиады. Увеличилось количество регионов и мы очень рады тому, что по инициативе губернатора Дальнего Востока в этом году очень массово приняли участие обучающиеся школ Дальнего Востока. Мы очень благодарны преподавателям, учителям, родителям и, конечно же, участникам Олимпиады за такое активное участие в ней. И хотим пригласить всех принять участие в десятом юбилейном сезоне нашей Олимпиады на следующий учебный год. В этом году абитуриенты-призеры Олимпиады «Звезда» могут стать участниками стипендиальных конкурсов, запущенных в ЮРГУ. Подробнее о бонусной программе читайте на официальном сайте университет. В нашем университете состоялось закрытие сезона системы студенческого кураторства ЮРГУ. О том, как это было, узнаете в следующем сюжете. В системе студенческого кураторства ЮРГУ прошло ежегодное подведение итогов. На мероприятии кураторов наградили благодарностями и сертификатами за проделанную работу. Прошедший сезон был уникальным, как и все предыдущие. В нем были разные взлеты, разные падения. Но я думаю, что сезон точно запомнится его участникам. И точно запомнится первокурсникам, которые пришли в прошлом сентябре к нам в университет. Мы на будущий год хотим улучшать качество работы системы, делать коллектив более дружным. А в этом году система больше работала по накатанной схеме. То есть мы проводили то, что было уже хорошо зарекомендовано в прошлые годы. И в целом я считаю, что система студенческого кураторства в этом году справилась со своими задачами. Напомним, что перед началом работы претенденты на звание студенческого наставника проходят школу студенческого кураторства, посещают мастер-классы, тренинги и дополнительные курсы. Что я могу сказать? Я был старшим куратором в ШЭУ, в высшей школе экономики и управления. Интересный получился год. Очень много опыта я набрался. Это такая возможность уникальная, которую в университете в другом месте просто не найти, кроме как в этой системе, в ССК. Почему? Да буквально потому, что это опыт взаимодействия с людьми, организации команды. Ты работаешь как непосредственно с кураторами, так я еще и младшую должность младшего куратора занимал по совместительству. Нужно грамотно подойти с самого начала, буквально с самого первого дня, чтобы ребята чувствовали себя раскрепощенно, комфортно, чтобы не было какой-то зажатости у них лишней, поверх того, что они как бы в новой жизни оказываются. На закрытии сезона были названы имена новых старших кураторов, ответственных за первые курсы институтов и высших школ нашего университета. Кураторы этого года торжественно передали полномочия своим преемникам. Перед главным корпусом Южноуральского государственного университета состоялся концерт над Вечерним Челябинском, посвященный закрытию сезона студенческой филармонии. Перед главным учебным корпусом ЮРГУ для студентов, сотрудников и жителей города выступил ансамбль «Уральский дикселэнд» Игоря Барько, вокальный квартет DVD-шоу, а также солистка Кристина Рыжковская. Наш коллектив существует более 50 лет и специализируется на традиционном джазе. На концерте прозвучали такие композиции, как «Люблю Урал», над Вечерним Челябинском, «Таганай», «Челябинск, ты моя любовь». Концерт был посвящен закрытию сезона студенческой филармонии и прошел, как и в прошлом году, под открытым небом. Мы решили в этом году это повторить, причем предложение исходило непосредственно от ректора. Мы рады, что погода сегодня благоволит. Вы видите, как много людей кругом. Послушать концерт мог каждый желающий. Среди зрителей были как сотрудники и студенты ЮРГУ, так и обычные прохожие. Прекрасный концерт под открытым небом. Чудесное настроение подарили артисты. «Уральский дикселент» – любимый наш ансамбль. Я его слушаю лично, не первый раз, мне он очень нравится. И мастерство, и профессионализм подкупают. Вообще очень здорово, что ЮРГУ, наш университет, проводит такие мероприятия. Вышел после сложного дня и насладился такой прекрасной музыкой. Мы постояли, послушали, даже потанцевали. Поэтому очень здорово, что это все происходит возле нашего университета. Подобные выступления уже стали традиционными. На сегодняшний день в ЮРГУ созданы все условия для развития культурного кругозора студентов. Регулярные выступления музыкантов, танцевальных коллективов, концерты. Компания друзей, уютный плед, теплый напиток и любимые песни. Напротив ЮРГУ прошел традиционный гитарник. В завершении учебного года Студенческий совет Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ провел мероприятие для всех любителей гитарной музыки на природе. В афитеатре «Сквера» напротив нашего вуза собрались студенты, которые не прочь отвлечься от учебных будней и весело провести время. Ежегодно Студенческий совет СУЗГУМа проводит пикник, который посвящен тому, что приходят первокурсники. Мы хотим их интегрировать во внеучебную деятельность. И в конце года появилась идея сделать подобное мероприятие уже для адаптированных первошей, и не только первошей, и как-то развлечься перед сессией. На гитарник были приглашены ребята из музыкального клуба ЮРГУ. Музыканты принесли свой инструмент и подготовили репертуар. Среди песен прозвучал рок, хип-хоп, популярные русские песни 90-х и современная музыка. С этим мероприятием мы познакомились еще год назад, в прошлом году, в прошлом семестре. Это был пикник. И энергетика СУЗГУМовских студентов меня очень сильно покорила. Тогда я еще не был гитаристом, только вокалистом. Мне захотелось как-то научиться играть на гитаре, чтобы просто снова получить тот же драйв, который отдает студенты СУЗГУМа. На музыкальном мероприятии присутствовали студенты всех курсов. Они дружно пели песни, участвовали в конкурсах, разделившись на команды. Одним из интерактивов стало задание нарисовать ассоциативный рисунок к гитарнику. Пришел на это мероприятие, потому что очень люблю атмосферу командного взаимодействия, командную игру и веселье. Полностью оправдывает каждый гитарник мои ожидания, потому что юмор, веселье все содержит. Организация на высшем уровне и призы радует. По словам организаторов, данное мероприятие планируется проводить ежегодно. Возможно, это станет новой традицией для студентов Южноуральского государственного университета. Ровно месяц остался до старта приемной кампании во всей России. Абитуриент Южноуральского государственного университета может выбрать до 10 направлений, как бюджетной, так и контрактной формы обучения. С 20 июня 2022 года во всех университетах страны, в том числе и ЮРГУ, официально стартует работа приемной кампании. Как и ранее, за абитуриентом сохраняется право подать заявление на участие в конкурсном отборе на бюджетные места в пять вузов Российской Федерации. На данный момент есть четыре способа подать документы на обучение. Прийти лично в приемную комиссию, онлайн через сервис на сайте университета или портале госуслуг, а также отправить почту России. Для поступления достаточно иметь паспорт, аттестат и СНИЛС. При возможности абитуриент также может принести документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений. Для тех, кому необходимо пройти творческие испытания, срок подачи документов самый ранний – до 9 июля. Абитуриенты, которые поступают по результатам внутренних испытаний, могут подать документы до 20 июля. Окончание приема документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ – до 25 июля. С этого года учиться в Южноуральском государственном университете можно со скидкой до 30%. Также приятным бонусом являются стипендиальные конкурсы. Студенты теперь могут получить вознаграждение к стипендии в размере 3000 рублей в первом семестре. Всю подробную информацию о поступлении в ЮРГУ можно узнать на официальном сайте ВУЗа и портале для абитуриентов. В ЮРГУ подвели итоги пятой студенческой научно-технической конференции «Астероидная безопасность». В Южноуральском государственном университете состоялась пятая студенческая научно-практическая конференция «Астероидная безопасность». В течение трех дней студенты аэрокосмического факультета представляли свои разработки, обеспечивающие безопасность нашей планеты от небесных тел, в частности астероидов. Работы ведутся достаточно интенсивно и, конечно, для нас очень важно, чтобы ребята видели результаты полугодовой работы. В этом отличие этой конференции от обычных научно-технических конференций, когда годовые вот такие циклы, в течение года люди работают, а потом докладывают свои результаты. Мы идем другим путем. Почему? Повторюсь, что работа достаточно интенсивно ведется. Это связано с выполнением целого ряда проектов, которые выполняются на аэрокосмическом направлении. Главное из них это по демонстратору, демонстратор двигательных установок, систем управления, для того, чтобы получить результаты по технологиям изготовления, создания, разработки и так далее. Ракеты-носители одноступенчатой будущего поколения, то есть полностью возвращаемой, таких ракет еще нет в мире. Современной науке нужны специалисты, которые могут обнаружить космические объекты и предотвратить опасную ситуацию для населения планеты. В этой области работают студенты аэрокосмического факультета ЮРГУ. Они создают проекты, разрабатывают систему аппарата ракетоносителя и других систем обеспечения безопасности от астероидов и представляют их на конференции «Астероидная безопасность». Основные результаты, которые будут представлены на конференции, это результаты деятельности МОБ «Астероид», которые входят в структуру Паретхинистского института ЮРГУ. Многие доклады будут связаны именно с теми проектами, которые реализуются у нас на аэрокосмическом направлении в рамках проектного обучения. То есть это, прежде всего, проекты по разработке ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой ракетой-носителем всех легкого класса, универсальной космической платформой. Студент аэрокосмического факультета Данил Бельчиков, например, создал модель форсунки для жидкостного ракетного двигателя. Молодой человек разработал надежную методику для учебных целей, для того, чтобы избегать экспериментальных исследований. Теперь его проект можно использовать как базу для дальнейшего более глубокого научного исследования. Молодые ученые создают не только научную базу, но и проектируют конкретные составляющие ракет. В целом, как бы, общее такое, как бы, аэрокосмическое направление, вот. Ну, естественно, что в ней принимают участие какие-то ребята, которые ведут какие-то большие проекты. И это не первый год происходит, поэтому они, как бы, по мере разработки тех или иных узлов, агрегатов, ну, изделия в целом, они докладываются во своих успехах. Помимо вклада молодых ученых ЮРГУ в космическую отрасль России, студенты получают навыки научной дискуссии и возможность упубликовать статью в сборнике докладов, который войдет в базу данных РЕНС. Студенты презентовали инновационные решения экспертам аэрокосмической отрасли в течение трех дней. На конференции присутствовали представители бизнеса и компаний-партнеров ЮРГУ. Благодаря возможности показать свои разработки профессионалам и заявить о себе, студенты могут легче трудоустроиться в крупную компанию после окончания вуза. Школьники Челябинской области посетили военный учебный центр ЮРГУ. Им провели экскурсию, показали военную технику и рассказали, чему обучаются студенты. Военный учебный центр ЮРГУ посетили школьники из села Койлга. На встрече их познакомили с военным бронетанковым оружием, которое находится в центре. Рассказали о дважды Героя Советского Союза Семене Хохрякове и провели мастер-класс по сборке автомата. Полагаю, что они сегодня с интересом, с удовольствием познакомились с нашей материально-технической базой, которая, в основном, является одной из самых лучших в стране. То есть, в общем-то, когда к нам приходят дети, ну, наверное, я не побоюсь этого сказать, что с первого по одиннадцатый класс все они получают просто великолепные впечатления. Я нисколько не сомневаюсь, что и сегодняшняя экскурсия пойдет именно так. И военный учебный центр, и школу из села Койлги объединяет то, что они носят имя дважды Героя Советского Союза майора Семена Хохрякова. С ребятами очень много путешествуем. Были в Чебаркульской дивизии, в нашем летном училище. Но впервые нам предоставилась такая уникальная возможность побывать в этом учебном центре по приглашению руководства. И нас связывает память о Хохрякове, потому что именно у нас Хохряков родился Семен Васильевич, в Копейске учился, и военному центру присвоено его звание. Поэтому дети впервые вот так близко посмотрят военную технику, дотронутся руками даже до оружия. Поэтому это замечательно. По словам организаторов, военно-политическая работа среди граждан и работа по военно-профессиональной ориентации молодежи – одна из главных задач военного учебного центра ЮРГУ. На стадионе имени Елены Елесиной в 53-й раз состоялся традиционный праздник – ЮРГУ-спортивный вуз. Каждый год в мероприятии участвуют порядка трех тысяч человек. После торжественного открытия главными событиями праздника стали «Легкоатлетическая эстафета «Технополис», «Олимпийский забег преподавателей и сотрудников университета», а также массовое выполнение норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Вот такой масштабный проект изначально был придуман, как «Легкоатлетическая эстафета» на призы газеты «Технополис», а потом уже переросла с 2019 года в праздник – ЮРГУ-спортивный вуз. Сегодня плюсом идет, во-первых, пролог, действия в самом начале, значит, танцуют коллективы, показывают интересные вещи. Плюсом идет сдача ГТО, потому что мы в 2018 году получили право на регистрацию центра тестирования ГТО. Это номер два. Ну и последний момент, самый интересный, это готовка 300-килограммового плова, и, значит, все желающие могут его попробовать. Мероприятие стартовало в 53-й раз. Помимо спортивных соревнований, на сцене развернулась культурно-развлекательная программа творческих коллективов ЮРГУ. Креативным решением стало то, что организаторы решили показать связь между поколениями. Ежегодно у нас проходит ликотетическая эстафета ЮРГУ уже 53-й раз. Мне очень понравилось сегодняшнее шоу, когда показали эту связь поколений. Действительно, 53 года, а интерес к спорту не угасает, меняются времена, меняются поколения. Но каждый год огромное количество студентов выходит, чтобы посоревноваться и показать свои достижения. Мне очень импонирует то, что наравне со студентами соревнуются и педагоги, и это, безусловно, сплачивает и делает такой комьюнити в университете. Праздник организует Институт спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. Совместно с Министерством спорта Челябинской области и Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне Челябинской области. ЮРГУ – спортивный вуз. Именно так думает и ректор нашего университета Александр Шестаков. Это праздник спорта. Спорт в университете в большом почете. Мы имеем очень хорошую инфраструктуру, я думаю, лучше в стране университетских инфраструктур для спорта. Но и мы очень много времени уделяем тому, чтобы наши студенты занимались физической культурой, наиболее успешным спортом. И в этом плане мы имеем серьезные достижения и российского, и международного уровня. Мы поддерживаем более 25 различных видов спорта. Это и хоккей, о котором мы сегодня говорили, это лыжные гонки, это легкая атлетика, это плавание и много чего другого. Поэтому мы можем предложить студенту участвовать в физической культуре во многих видах, то, что ему подушает, и то, к чему у него есть склонности. Каждый год праздник ЮРГУ – спортивный вуз собирает на своей площадке около 3000 человек. Можно сравнить как с соревнованиями легкатлетическими, которые происходят на стадионе Елесина, и как под государственными флагами. Поэтому организация на высшем уровне. Я стал первым, но я финишировал первым, но все же нужно сказать большое спасибо команде, потому что отрыв к моему этапу был уже 60 метров. Я его постарался увеличить, не знаю, получилось или нет, потом уже увидим. Поэтому парни отработали на 100%, но я постарался не проиграть. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области с целью сохранения и развития спортивных традиций. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Когда нужны госуслуги.ру Когда в планах свадьба И дети Когда меняете права или купили автомобиль Когда надо платить штрафы вдвое дешевле Или сэкономить 30% на пошлинах Госуслуги на все случаи жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok